Как меня слышно? Видно? Как видно, слышно? Я не знаю, что говорила перед этим вот эта девушка, я думаю, что она что-то вам понятное сказала. Ой, молодцы, как хорошо видно и слышно, всё отлично. Ой, вы знаете, я тоже как бы сегодня испытываю большое волнение, потому что того доктора, который вы сейчас послушаете, я знаю её очень давно, ну, больше 15 лет, наверное. Доктор, который для меня открыл, утвердил во мне ту веру гармоничного строения нашего тела. Несмотря на то, что основная её специальность, которую мы сейчас заявили, гастроэнтеролог, это Емщикова Наталья Васильевна, город Караганда. Врач, которая не понаслышке знает, что такое главный тракт в нашем человеческом теле, желудочно-кишечный тракт. Она ещё и востоковед, она ещё специалист по рефлексотерапии. Она долгие годы практикует метод Фоля, и именно он в ней тоже утвердил понимание важности всей той практикой, которой мы сейчас, в принципе, все занимаемся. И Наталья Васильевна сегодня вам расскажет о своей влюблённости. Во-первых, в то дело, которое она делает. Она вообще золотой директор у нас в компании. Она не понаслышке знает, что такое БАДы. Она расскажет о своём предпочтении. Но она ещё и практикующий доктор, доктор, который работает в детском отделении. И когда Наталья Васильевна мне рассказывала о тех ребятишках, которые находятся в отделении, о тех проблемах, с которыми она сталкивается, и самая главная проблема, она сегодня об этом скажет, — это родители детей. Как ни горько было бы слышать, что действительно все родители хотят, чтобы дети были здоровы, на самом деле абсолютно не так. И вот она поделится с этим с вами. Я не хочу забирать её время драгоценное. Она волнуется, я вам честно хочу сказать, как все, и мы, когда первый раз прикасаемся вот к такому способу изложения информации. Потому что врач, в принципе, не выступает перед камерами, никто его не снимает, выполняет своё дело. Поэтому я думаю, что вы не останетесь равнодушными. Вы будете поддерживать, вы будете разделять. И, естественно, будете высказывать, задавать свои вопросы по окончанию того материала, который она сейчас вам с любовью, с важностью, вот с тем, с той душой донесёт до каждого из вас. И я думаю, что вы действительно останетесь равнодушными, потому что это очень милый, это очень добрый человек, очень многоуважаемый человек. Итак, встречайте, Емщикова Наталья Васильевна, город Караганда. Где вы, девочки? Где вы, девочки? Добрый вечер всем. Вы меня слышите? Добрый вечер вам из Караганды. Меня слышат? Поставьте плюсики. Поставьте плюсики, пожалуйста, если вы меня слышите. Если слышите, поставьте плюсики, пожалуйста. Да, плюсики пошли, все меня слышат. Ещё раз добрый вечер из Караганды. Сегодня мы поговорим об особенностях желудочно-кишечного тракта у детей, о заболеваниях и что с этим нам делать. Сейчас мы родителям, работая в гастроэнтологическом отделении, областной клинической больнице города Караганды, куда отсекаются все дети с области, я увидела, насколько помолодели за последние годы заболевания, такие, которых раньше считалось, что это прерогатива только взрослого населения. То есть в отделении на сегодняшний день находятся дети 2-3-летнего возраста, которые имеют такие заболевания, как язва желудка, 12-перстные кишки, циррозы печени, неясные этиологии. То есть на сегодняшний день цирроз печени – это не прерогатива взрослого населения, которые страдают определенными, да, пагубными, а это ещё и заболевания, которые встречаются у детей. Саша, второй слайд, пожалуйста. Значит, желудочно-кишечный тракт – это в первую очередь система пищеварения. Ну, анатомически желудочно-кишечный тракт закладывается очень рано. Уже на 7-8 день внутриутробного развития появляется большая кишечная трубка, из которой на 4-й неделе внутриутробного развития начинается формирование всех органов желудочно-кишечного тракта. Это желудок, это печень, желчный пузырь, поджелудочные железа и, конечно же, кишечник. К 16-ти неделям внутриутробного развития органы практически все сформированы, начинается пищеварение, то есть образуются уже ферменты поджелудочной железы, начинается пищеварение, ребенок уже заглатывает амниотическую жидкость, получает какие-то питательные вещества. То есть я хочу заострить ваше внимание, прежде всего, родители, которые хотят стать мамами, папами, насколько важно иметь здоровый организм при зачатке ребенка. Потому что воздействие благоприятных факторов, вирусов, различных других агентов, лекарственных препаратов, пагубных привычек может привести к неправильному развитию. То есть на 4-й неделе уже формируется печень, поджелудочная железа, кишечник. Развиваются различные врожденные пороки развития. Дети лежат у нас с незавершенным развитием кишечника. То есть это когда отрезия кишечника прерывается, допустим, 12-перстная кишка, а нет соединения с тонкой кишкой или нет соединения с толстой кишкой. Прерывается пищевод, когда отрезия пищевода. И самое страшное заболевание – это врожденные пороки печени. Это отрезия желчеводящих путей, когда желчные протоки не выходят в желчный пузырь и развивается, внутриутробно уже начинает развиваться цирроз печени. Дети рождаются с поврежденной печенью. Помощь таким детям только может пересадка печени. И если это вовремя будет сделано, с учетом того, что дети рождаются слабыми, как правило, недоношенными, не всем удается помочь. И дети, как правило, погибают в первые полгода жизни. Значит, ну вот у вас на слайде представлено, из чего состоит наш желудочно-кишечный тракт. Это рот, ротоглотка, пищевод, желудок. В пищеварении участвуют еще печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, тонкий кишечник и толстый кишечник. И выходит все это в прямую кишку. Саша, пожалуйста, второй слайд. Значит, пищеварение наше начинается с ротовой полости, где пища механически и химически подвергается переработке. В ротовой полости она смачивается слюной. В ротовой полости у нас находятся определенные рецепторы, которые посылают сигнал про гологоватый мозг и дают установку уже всему желудочно-кишечному тракту для приема пищи. Через ротовую полость в ротоглотку она поступает в пищевод. Саша, пожалуйста, следующий слайд. Значит, пищевод. Что хочется сказать еще о ротовой полости и пищеводе у детей? У новорожденных детей в ротовой полости практически отсутствуют слюные железы до 3 месяцев. Поэтому, если вы все наблюдали у своих детей и внуков, то основное следотечение начинается с 3 месяцев и дальше. Все связывают это еще с тем, что начинают прорезываться зубы. Но просто в 3-месячном возрасте у детей начинают работать слюные железы. По пищеводу пища проходит дальше в желудок. Пищевод у новорожденных детей гораздо короче. Он не имеет сфинтров. Так, верхнего пищеводного сфинтра и нижнего пищеводного сфинтра. Для чего нам нужны верхний и нижний пищеводный сфинтры? Верхний для того, чтобы пища назад не забрасывала в ротовую полость, а нижний для того, чтобы из желудка она не переходила потом назад в пищевод. У детей, к сожалению, этих пищеводных сфинтров нет. Они еще не сформированы, они еще не закрываются, как положено. Отсюда у детей очень часто срыгивание, рвота мы набдаем, особенно срыгивание. Это связано с морфо-функциональной незрелостью. Попадая из пищевода в желудок, пища начинает обрабатываться желудочным соком и ферментами, которые вырабатываются в желудке. У детей, у маленьких новорожденных детей, он представлен не таким, как у взрослых. То есть здесь видно уже малая кривизна желудка, вот большая кривизна желудка, все отделы хорошо видны. У детей это просто мышечный орган воронкообразный. То есть он широкий вверху и низкий внизу, и зауженный внизу. Поэтому у детей этот орган хорошо растяжим, детей очень легко перекормить. Вот есть сейчас такая тенденция у нас, например, в Казахстане, свободное вскармливание, то есть по требованию. Если ребенок плачет, беспокоится, ему можно дать грудь и покормить. Это относится, конечно, к грудному вскармливанию. Но желудок очень хорошо растягивается. У него плохо выходит, проходит молоко в 12-перстную кишку, но зато хорошо забрасывается назад в пищевод. И очень часто такие дети страдают рвотой, срыгиванием. Родители начинают переживать. А все дело в том, что надо просто грамотно кормить ребенка. Надо кормить по времени, потому что молоко, грудное молоко, переваривается в организме ребенка 2 часа. Поэтому нужно соблюдать интервал кормления. Дальше из пищевода, из желудка пища попадает в 12-перстную кишку. И тут начинается самое основное пищеварение, расщепление нашей пищи на отдельные молекулы, на витамины, микроэлементы. В 12-перстной кишке выходит общий проток, общий проток, куда соединяется желчный проток, выбрасывается желчь. Желчь нам нужна для переваривания жиров. И выбрасывается фермент поджелудочной железы. Вирсунгов проток, который проходит от хвоста до головки поджелудочной железы, и открывается вместе с холедохом, это общий желчный проток, вместе с холедохом открывается 12-перстную кишку. Вот здесь происходит соединение всех этих ферментов и желчи. То есть в идеале желчь должна выбрасываться только в прямую кишку. Никаким образом она не должна попадать, конечно, в желудок. Дальше после 12-перстной кишки наш пищевой комок попадает в тонкий кишечник. В тонком кишечнике происходит полное расщепление до однородной массы нашего пищеварительного комка. Образуется такой однородный химус. И в результате из этого однородного пищевого комка всасываются в тонком кишечнике основные витамины, микроэлементы, все питательные вещества. Дальше уже попадая в толстый кишечник, в толстом кишечнике у нас образуются каловые массы. И всасывается в основном вода. Для образования, для хорошего образования каловых масс нужно достаточно ферментов, чтобы пища хорошо расщепилась в тонком кишечнике, в 12-перстной тонком кишечнике. И нужно достаточное образование, конечно, желчи. Вот, если вкратце сказать, вот такой вообще варительный тракт у взрослого ребенка. У ребенка чем отличается 12-перстная кишка? Она еще полностью не сформирована, нет хорошей складчатости. И переход между желудком и 12-перстной кишкой, он как бы открыт. Вот этот привратник, он может взиять. Поэтому вся инфекция, которая собирается в 12-перстной кишке, все бактерии, условно патогены, все паразиты, о них мы дальше ниже поговорим, они могут нарушать структуру привратника. Это все забрасывается в желудок и образуется язва вот именно в этом отделе. Вот в этом отделе могут образовываться язвы. Желудка и язвы из 12-перстной кишки. Вы видите, да, все стрелочки? Стрелочки всем видны? Всем видны? Хорошо. Так. Ну, тогда дальше пойдем. Восьмой слайд. Вот здесь я вам хочу сказать, как рассматривает вообще восточная медицина связь желудочно-кишечного тракта, в частности, здоровье кишечника со всеми органами. Ведь вот 20 лет назад, когда я начинала работать с восточной медициной, я это все узнала, для меня это было как-то сразу все понятно, я это сразу все приняла и поняла, но практикующие врачи европейской медицины на тот момент не обращали на это внимания. И вот, проработав где-то в течение 5-6 лет, вдруг вот к концу 2000-х лет, в 2008-2007 году, уже как-то стали обращать внимание врачи европейской медицины на то, что действительно, ведь наша кожа, она страдает тогда, когда страдает желудочно-кишечный рак. Наши легкие бронхи страдают тогда, когда страдает желудочно-кишечный тракт. Это что? Это могут быть различные кожные высыпания, это бронхиты и бронхиальные астмы. У меня был один ребенок, который пришел на диагностику по методу фолия, и я ему сказала, что там у вас токсины, у вас в это все проблемы вызывают токсины лиамбрии. В общем-то, родители знали, что лиамбриоз у ребенка, не знаю, может быть, они проверяли меня или себя проверяли, но они действительно как бы это осознали, что воздействие лиамбриоза, паразитирование лиамбриоза, воздействие этих токсинов привело к тому, что ребенок страдает бронхиальной астмой. И проблемы с кишечником. У нас кишечник по восточной медицине рядом проходит с меридианом сердца. Вот смотрите, проблемы с кишечником, они могут вызвать проблемы с сердцем. Ведь не секрет, что желудочно-каменная болезнь, смотрите, даже здесь желчный пузырь и сердце, они располагаются рядом. Желчнокаменная болезнь, она может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы. У нас все детки, которые лежат даже с функциональными нарушениями, так называемой кинезией желчеводящих путей, они все страдают какими-то вегетососудистыми дистониями. У них есть всевозможные различные аритмии, есть и метаболические нарушения со стороны сердца. То есть, оздоравливая желудочно-кишечный тракт, у них в норму приходит и сердечно-сосудистая система. Детки становятся более активны, они лучше начинают учиться, они менее плаксивы становятся. Заболевание эндокринной системы – это тоже здоровье нашего желудочно-кишечного тракта. Проблема у женщин, грудные железы. Всегда нужно обратить на желудочно-кишечный тракт. И самая основная моя излюбленная тема – это вот здесь вот проблемы носа, носоглотки, это различные ринофаренгиты, синуситы. Всегда спрашиваю родителей, жалуется ли он на живот, беспокоит ли его боли в правой повздошной области. То есть, наличие ежедневного стула – это еще не всегда говорит о том, что нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Нужно всегда смотреть, в какое время этот стул, какого характера этот стул, насколько действительно хорошо очищается кишечник, как питается ребенок. Необходимо еще, конечно, заселять желудочно-кишечный тракт, наш кишечник нормальной флоры. Употребляет ли ребенок кисломолочные продукты, употребляет ли он клетчатку, та, которая необходима для питания полезной бактерии. Начиная очищать кишечник, принимая клетчатку, начиная восстанавливать флору кишечника, у ребенка проходят вот такие вот частые простудные заболевания. Вот половые железы, яичники. Всегда говорю женщинам, если вы не можете забеременеть, ваша проблема – это кишечник. Очистите кишечник, научитесь правильно ходить в туалет, опорожнять кишечник, и у вас все проблемы это разрешатся. Точно так же и у деток. Всегда нужно смотреть, как работает желудочно-кишечный тракт. Сейчас все специалисты – аллергологи, дерматологи, пульмонологи, кардиологи, у меня нет такого дня, я веду прием еще и в поликлинике, я работаю в стационаре, веду прием в поликлинике. У меня нет такого дня, чтобы специалисты не присылали на консультацию к гастроэнтерологу. И, в общем-то, в принципе, сейчас все врачи это знают и работают грамотно с детками, с пациентами. Не всегда, правда, это понимают родители, но с родителями нужно, конечно, в этом плане работать. И все должны понимать, что наше здоровье – это прежде всего здоровый желудочно-кишечный тракт. Так, ну, пожалуйста, следующий слайд. И сегодня мы поговорим о непрошенной густе в организме наших детей – это лямблии. Не настолько паразитов достаточно много, различных. Я выбрала лямблиоз, потому что я хочу именно сказать свое видение по этому поводу, рассказать вам, какие проблемы могут быть у детей различного возраста, потому что в разном возрасте это разные проблемы, которые могут быть ассоциированы с паразитированием лямблиоза. Лямблия была описана достаточно давно, в 1859 году, русским ученым лямблиозом. И, соответственно, заболевание так и называется. Представлено это простейший микроорганизм двух формок. Это вегетативная и цистная форма. Вот она такая красивая, вы здесь видите перед собой. Это одноклеточный организм, который не имеет даже, в принципе, в своем составе достаточно ядра, и ротового аппарата у нее нет. Она присасывается присосками, которые у нее здесь есть, две присоски к стенке кишечника. И таким образом сосет питательные и активные вещества. Передвигается с помощью жгутиков. У нее вот есть с каждого конца по 4 жгутика, то есть у нее парные жгутики. Ну, а то, где она находится вообще в организме, до сих пор еще ведутся споры. Но чаще всего она локализуется в 12-перстной кишке. Вот так, где мы показывали, где выходит проток желчного пузыря и поджелудочной железы. Таким образом, она еще больше расслабляет, вызывает воспаление 12-перстной. Образуется воспаление в привратнике. Привратник начинает плохо закрываться, зияет, забрасывается содержимое 12-перстной в желудок и могут способствовать для активизации патогенных механизмов. То есть это наследственность. Если есть наследственность у ребенка к язвенной болезни желудка 12-перстной, то может развиться язва. Если есть наследственное заболевание печени, то развивается заболевание печени. И проявления ее достаточно разнообразны. Передается лямблии фекально-оральным путем. То есть это грязные руки, это грязные продукты питания, загрязненные, в частности, очень любят лямблии. Ягоды, клубнику, малину, зелень очень любят. Поэтому зелень, петрушку, укроп и все прочее нужно хорошо промывать летом. Это очень полезно, кушать это надо, но надо очень хорошо промыть. Новорожденные дети могут заразиться при прохождении родовых путей. И вот мне хочется рассказать, как же страдают новорожденные дети, дети у младшего возраста. Очень часто родители встречаются с такой проблемой, как колики у детей. Можно следующий слайд. Обычно колики начинаются где-то около месяца, продолжаются в два пиках, приходят на двухмесячный возраст, в трехмесячный возраст у детей. У детей бывают часто очень какие-то урчания в кишечнике, вздутие живота. Количество стула может не страдать при этом, а страдает качество стула. Часто родители приходят и рассказывают, вот стул такой пенистый, брызжащий стул. Вроде ребенок и растет, развивается хорошо, и веси хорошо прибавляет. И колонадисбактериоз дают бесконечно, и находят там какие-то стафилококки, то золотистый стафилококк, то еще какой-нибудь стафилококк. И вот чувствительность к антибиотикам определяют. И лечат этими антибиотиками, но никакого эффекта, тем не менее, нет. Пока не проходит какое-то время, и организм, возможно, самостоятельный, сформировавшись от этого, избавится и начнет как-то с этим жить. Либо переходит уже в какую-то хронизацию процесса. Очень часто вот этот вот стул, некачественный, брызжащий, пенистый, он сменяется потом запорами. Вот приходят родители, говорят, до трех месяцев он ходил часто, бесконечно. Вот мы лечили этот стафилококк, и у нас теперь запоры. Да, это не стафилококк был, это, возможно, заразился ребенок при прохождении родовых путей вот этим вот лемблиозом. И забегая вперед, я могу сказать, что у нас есть прекрасный продукт, мегацидофилус, который входит в лактобактерии. По доказательной медицине, а сейчас в медицине работает только на дактильной базе, то есть если доказано, что этот препарат действительно эффективен, то мы его имеем право применять. Так вот, по доказательной медицине, лактобактерии – это именно те препараты, которые удают кишечные колики у детей, которые нормализуют функцию желудочно-кишечного тракта, которые нормализуют флору кишечного-желудочного тракта, которые способствуют нормальной выработке ферментов. Вот поэтому у нас есть прекрасный препарат мегацидофилус, который в этом возрасте необходимо давать. Мы об этом еще говорим позже, об этом препарате. Просто я хочу расстрелить внимание родителей, которые сейчас чувствуются с такими детьми, не зная, что делать. Пожалуйста, есть препарат мегацидофилус, есть фермент папайя для таких деток. И, как правило, дальше бывает, что ребенок все благополучно минует этот возраст и начинает активно ходить, ползать, активно ходить, играть в песокницы. И вот он встречается с этой простейшей лямблией. И, как правило, в этом возрасте дети страдают острой кишечной инфекцией с температурой, с болями в животе, попадают в инфекционную больницу, в кишечное отделение. И это 100%. У меня столько много детей прошло после инфекционной больницы, которые заболели в этом возрасте, температура высоченная. Родители говорят, мы ничего особо не давали, кушал то, что кушал, но наелся перед этим, допустим, песка. Или там погулял, и что-то проглотил, и что-то там пожевал во рту. И в бак посевок ничего не высевается. Но, как правило, у таких детей все равно нормализуется потом чистота стула, нормализуется температура, выписывают их с инфекционной больницы, пролечив антибиотики. Но остаются у них последствия. То бывают запоры, то поносы. В анализах крови, как правило, это бывает и зенофилия. Вдруг начинаются какие-то аллергические проблемы, там кожные высыпания. Вот это дети страдают таким вот нашего возраста, когда они начинают в детский садик ходить, активно общаться, играть на улице. Дальше, если это все не пролечено, живет себе лямблия в организме, и уже к школьному возрасту ребенок начинает четко понимать, что у него боли в животе. Иногда он просто говорит, я хочу полежать после еды. Сталкиваются родители и пасеместно с этим. Приходят и говорят, мой ребенок плохо кушает, он немножко поест и отказывается от еды. То есть у него происходит четкая связь с приемом пищи. Поил немножко, заболел живот, он четко не может еще сказать, может быть, что у него болит живот, но вот хочется полежать. Более старшие дети, они, конечно, уже четко прослеживают этот связь с приемом пищи. Начинается вот такой вот ритм. И поел, вроде бы, болит, и не поел, болит. То есть развивается у ребенка кислотно-пептическое состояние. Когда развиваются морфологические изменения, то есть это уже страдает слизистая желудка и двенадцатиперстной, когда развиваются эрозивные гастриты, язвенные гастриты. Лечение активизируется хеликобактер, который вызывает вот эти язвы. Если есть наследственная предисположенность, дети страдают тяжелыми язвенными болезнями, очень трудно поддаются лечению. Кроме того, в этом возрасте четко прослеживается токсичность лямблии на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему. То есть токсины лямблии нейротропные, нервная ткань очень восприимчива к этим токсинам. И ребенок часто жалуется на головную боль, плохо успевает в школе, он там плохо засыпает, не высыпается. И вот лечение лямблиоза, как правило, убирает все эти симптомы. В общем-то, может быть, кто-то какие-то проблемы узнал в своем ребенке. Пожалуйста, обратите внимание о том, на что дети и как жалуются. И, может быть, действительно, причиной является именно лямблиоз. лямблии, когда описывал эту патологию, простейшую, назвал это заболевание болезнью тоской и печали. То есть дети вот такие вот малоактивные, они перестают интересоваться окружающим, плаксивые очень дети. Так что на это тоже, пожалуйста, обратите внимание. Ну и как же с этой проблемой у нас справиться? Начинаю, перефразируя стихотворение Роберта Рождественского, «Все начинается с любви», я могу сказать, что все начинается с очистки. С правильного вообще понимания, что это такое. Правильного понимания, что необходимо желудочно-кишечному тракту. Прежде всего, необходима чистая вода. Вообще, вода необходима. Печень любит воду, кишечник без воды не может нормально формировать каловые массы, у детей развиваются запоры. Без воды не может нормально структура желчь. Желчь будет густая, сгущенная желчь. Поэтому нужна вода. Я всегда говорю, даже вот в отделении лежит ребенок и жалуется, у меня вот заболел живот. Я говорю, сейчас мы тебе дадим волшебное лекарство. Хорошего лекарства мы дадим. Ну, маленьким деткам мы говорим волшебное, а более старшим, конечно, хорошее лекарство. Хорошее лекарство мы даем выпить воды. Вот просто чистой воды. Я говорю, лекарство безвкусное. Ты его не почувствуешь. Но это очень хорошее лекарство. Вот ты сейчас выпей водички и посиди. Лекарство и посиди. И действительно, дети перестают жаловаться. То есть, боли с пластического характера. Вот эти вот какие-то неприятные ощущения. Может быть, и жога. Не всегда дети могут дифференцировать, что это у них не более изжога. Она проходит. Вот. Поэтому прежде всего вода нужна. Вот, к сожалению, у нас в Казахстане сейчас есть такая установка, что детей до полугода не поить водой. Вот. Кормить можно, а поить нельзя. Недавно приходила ко мне женщина, которая рожала в Москве. У нее там были свои гинекологические проблемы. Она родила, ей делали кестерево в Москве, сохранили матку. Она родила девочку, недоношенная была девочка. Она мне принесла выписку, знаете, вот прям как бальзам на сердце. Там написано, как кормить и как поить. Там написано, кормить грудью постолько-то, постолько-то, через столько-то часов. И поить. В сутки ребенок был там 2 500, он весел, 50 мл воды. То есть, прям четко в выписке указано, что водой нужно поить. Пожалуйста, не забывайте поить водой, потому что вода это то, что необходимо нашему организму. Коралловая вода, она содержит магний. Магний прекрасный микроэлемент, который снимает спазмы с гладкой мускулатуры. Это желчный пузырь, вот эти различные дискинезии, то есть, когда желчный пузырь неправильно сокращается или быстро сокращается, ребенка беспокоит боли. Снимает спазмы с кишечника, то есть, когда есть какие-то колиты, да, есть какие-то вот эти колики. Детей, кстати, с рождения можно поить коралловой водой. Так что, это прежде всего, что необходимо нашему организму. Цель очистительной программы первого этапа очистки это убрать все такси, восстановить работу полностью всего организма, очистить печень, почки, кровеносную систему, лимфатическую систему, весь желудочно-кишечный тракт. Ну, и дальше мы переходим к самой программе очистки. Прежде всего, я хочу сказать, что, еще раз повторю, что такое очистка? Это убрать токсины накопившиеся в печени, в кишечнике, в поджелудочной железе, наладить работу иммунной системы. Нельзя сразу махать шашкой, нельзя сразу убивать. Я всегда говорю, может быть, это не совсем медицинский прозвучит, но это понятно звучит для родителей. Нельзя сразу убить. Для того, чтобы убить, нужно потом еще вынести трупы. То есть, вы выбьете препараты, которые, например, даже химические препараты, вы убьете эту лямплю, а труп останется, а продукты из дизельности, а продукты распадываются от трупа тоже останутся. Поэтому прежде всего нужно очистить от того, что накопилось в организме. Я, конечно, призываю всех обязательно с рождения по капелькам давать лецитин. Лецитин это прекрасный строительный материал для наших клеток. Вот как невозможно построить дом без кирпича, цемента, бревен и прочего строительного материала, так нельзя построить наш организм, наши клетки, особенно клетки печени без лецитина. Лецитин это основа клеточной мембраны, это фосфолипид. Вот дети страдающими заболеваниями печени, циррозой печени, мы им капаем эти фосфолипиды, всем известный препарат эссенциалий. Вот альтерактива, прекрасный альтерактива, натуральный препарат это лецитин. Для того, чтобы хорошо сформировалась печень, для того, чтобы была хорошая структура желчи, она не сгущалась, чтобы вовремя выбрасывалась при поступлении пищевого комка в 12-перстную кишку, чтобы не было проблем с желчным пузырем, лецитин рождения по капелькам можно давать. Уже к двухлетнему возрасту по капсуле в общем-то семилетний ребенок уже может получать в зависимости от того, какие проблемы уже дозу взрослого по капсуле два раза в день. Если более серьезные проблемы есть, допустим, с печенью есть какие-то проблемы, можно получать уже по капсуле, по две капсулы два раза в день лецитина. Необходимо обязательно в этот период очистки обязательно клетчатка. Я очень люблю Коралл Келп. Почему? Может быть, это потому, что мы живем в таком регионе, у нас проблемы с щитовидной железой, и тут мы, как правило, убиваем двух зайцев. Ребенок начинает, у него начинает нормально функционировать щитовидная железа. Келп особенно мне нравится у детей с запорами. Я рекомендую выпивать Келп утром, вместо гормонов щитовидной железы выпивать Келп. До 7 лет одну капсулу, день после 7 лет уже две капсулы утром натощак, запить хорошей, чистой водой, коралловой водой, стаканом коралловой воды. И дети, как правило, начинают регулярно ходить в туалет, потому что Келп, он как ёршик, хорошо чистит кишечник. Кроме того, даёт хорошее питание всем полезным бактериям. И в этот момент необходим приём, конечно, ферментов. Ферментов большой выбор, но я сама, честно говоря, очень люблю папайю, сама её принимаю, и всем рекомендую, потому что папайя – это монопродукт, и, в общем-то, для маленьких детей, когда нет необходимости, ну, мы не очень любим приём достаточно широк, где много, большое количество содержится в различных ферментах, можно назначать, вот папайю до трёх лет, это прям смело можете назначать, там, маленьким деткам по одной четвёртой, три раза даже в день, ничего страшного, не будет, ведь рождение, крион, синтетический препарат, который, фермент синтетический, который ещё и выделен с поджелудочной животного происхождения, он мы назначаем, и там, по пять тысяч, три раза в день, и по две тысячи, три раза в день, то есть, мы назначаем этот фермент и не боимся, папайю здесь бояться не надо, то есть, есть кишечные колики, пожалуйста, папайя, мегацидофилус, лицетин, и ваш ребёнок будет расти здоровым, водичка, коралловая вода, ваш ребёнок будет расти здоровым, и вам будет благодарным. Очень люблю препарат Дегестебо, вот в моей практике я его применяла у детей, которые страдают долихосигмой, долихосигмой это удлинённый, это врождённая форма особенностей кишечника, это на сегодняшний день не считается каким-то серьёзным заболеванием, если только не требует хирургической коррекции, это особенности кишечника, он длинный и широкий, и дети плохо ходят в туалет, вот сочетание лицетина, КЭЛПА и Дегестебо даёт прекрасный результат, детей перестаёт болеть живот, они хорошо ходят в туалет, в этот же момент, если ребёнок страдает эрозивно-язвенными проблемами желудочно-кишечного тракта, эрозии язвы у нас встречаются не только в желудке, если в толстом кишечнике эрозивный колит, дополнительно можно рекомендовать АЛОЕ МОНА, АЛОЕ это прекрасное рано заживляющее средство, которое стимулирует регенерацию слизистой желудка и кишечника, то есть вот сочетание, пожалуйста, комбинировать препараты можно по проблемам ребёнка, обязательно должен быть приём лецитина, обязательно должен приём быть гепатопротекторов, это может быть и АЛОЕ МОНА, это может быть артишок, и обязательно должны быть ферменты, если есть сильные проблемы с кишечником, ребёнок уже более старшего возраста, можно, конечно, использовать препарат Крушины, можно использовать препарат Каскары. Это подготовительный этап, как правило, должен длиться не менее двух недель. Я вам скажу даже так, официальная медицина для лечения лямблиоза использует тоже трёхэтапное лечение. Первый этап это тоже очистка, они используют химические препараты, такие как Крион, там, допустим, Смекту тоже назначают, у нас есть прекрасные средства-альтернативы, выбор достаточно широкий, и вот я ещё раз сказала, что Папайо прекрасное срождение средства можно, Дегистебо препарат, который для детей с проблемами с стула, и из личной практики я могу сказать, что ассимилятор, фермент ассимилятор, очень хороший у детей маловесных. Вот почему-то ассимилятор, применяя у детей, которые плохо кушают, которые плохо набирают веси, у них восстанавливается аппетит, они себя прекрасно начинают чувствовать, поэтому здесь нужно выбирать. Кому-то, может быть, ассимилятор, особенно я говорю детям маловесным, очень хорошо, видимо, может быть, в такой структуре, в таком составе как-то вот ассимилятор именно работает у таких детей. Две недели должна длиться не меньше двух недель, две-три недели это очистка организма. Дальше переходим ко второму этапу, это этап восстановления. Вот следующий слайд можно показать. Это восстановление, извините, противопаразитарная программа. Да, противопаразитарная программа. Здесь мне хочется уделить внимание к препарату, конечно, Апистоп. Это препарат, который на основе осины, прекрасное средство для лечения простейших. Это аминобы, это лямблии, вот, очень хорошее средство. Здесь, пожалуйста, тоже на выбор. И все это можно сочетать обязательно с лецитином. В эту программу, в противопаразитарную программу можно продолжать прием и даже нужно ферментов. Вот, лецитин я вам рекомендую, все-таки, настойчиво рекомендую принимать все три курса. То есть, это и очистка, это противопаразитарная программа, это и этап восстановления. Вот, пожалуйста, детям более старшего возраста у меня есть практические наработки применения чеснока при эрозивно-язвенных процессах, при язвах в желудках, на этапе восстановления. Для того, чтобы не было рубцевания язвы, с деформацией, ведь язва еще может зарубцеваться, деформировав привратник. И такие дети были у меня, взрослые дети, которые не лечились, у которых не вовремя диагностирована язва, она бессимптомно протекала, они поступают уже в тяжелом состоянии, когда у них пища не проходит из желудка в 12-перстную кишку. И у них бесконечная работа, они очень худые, истощенные, и вот прием чеснока очень хорошо препятствует деформации луковицы в 12-перстной кишки, потому что именно целенаправленно заживляет язвочки, эрозии в желудке. И, конечно, коллоидное серебро, ему особое внимание, коллоидное серебро параллельно можно принимать с профилапаразитарным любым препаратом для того, чтобы убрать цисты, для того, чтобы снизить активность условно-патогенной флоры. Принимается также с рождения можно, если есть какие-то проблемы действительно выраженные с пищеварением, можно начинать с капелек коллоидное серебро принимать. Паударка прекрасная иммуномодулирующая средство. Можно дополнительно назначать детям, которые страдают частыми простудными заболеваниями. Все препараты желчегонные принимаются до еды. Лецитин принимается во время еды. Все противопаразитарные препараты рекомендуется приниматься до еды. И вот в частности ферменты на первом этапе я не сказала, на первом этапе когда назначаются ферменты, я бы рекомендовала их принимать до еды с иммуномодулирующей тоже целью. То есть для того, чтобы наладить работу иммунитета, для того, чтобы дать возможность клеткам иммунным хорошо заработать против этой инфекции, рекомендуется принимать за 20-30 минут до еды. На втором этапе противопаразитарной программы ферменты можно уже принимать как до еды, так и во время еды. нарушение функции поджелудочной железы и желчного пузыря. Даже официальная медицина рекомендует на этапе восстановления принимать дважды ферменты. Принимается во время еды и между приемом пищи. Точно так же и здесь можно принимать эти ферменты. И третий этап восстановления. Здесь я еще раз следующий слайд Саша, пожалуйста. Здесь я еще раз хочу упомянуть омегацидофилус препарат, который вот просто даже с рождения нуждаются наши дети в лактобактериях. Начались колики, начались проблемы со стулом, беспокоится ребенок, вздувается животик, прям снял омегацидофилус по 1,4 капсулке 2 раза в день. Уже с полугода можно одну капсулу и с года можно целую капсулу давать. Здесь также обязательно ферменты нужны. Здесь препараты дальнейшего очищения печени. Фандетокс это препарат, который более старшим деткам улучшает аппетит, он снимает спазмы желудочно-кишечного тракта, вот эти непонятные боли, тяжесть, сдутие в животе. Биокрунга, которая восстанавливает, я же и говорила, биокрунга, у нас восстанавливает работу сердца, улучшает эмоциональный тонус. Суперфлора, пожалуйста, также можно продолжать алоэ-манан, вот хороший препарат заферан, заферан это просто восстановление клеток печени, восстановление работы печени, то есть печень это орган, который в желудочно-кишечном тракте на него столько возлагается, он такую нагрузку несет на себе, у него очень много функций помимо пищеварения, поэтому печень нужно восстанавливать, обязательно восстанавливать и восстанавливать. Вот еще хочется сказать о том, сколько пить, допустим, сколько как дома принимать амегаоцидофилус. Вот это препараты, так же как и ферменты, например, так и амегаоцидофилус, можно принимать постоянно. Дети страдающие, которые начали страдать пронимом межжелудочно-кишечного тракта, ограничиться допустим месяцем это очень сложно. Восстанавливать кишечник, заселять флорой и пить полезную флору кишечника можно от полугода, как минимум полгода и до двух лет. В общем-то это я так вкрасце рассказала, препаратов очень много, выбор конечно индивидуальный, здесь нужно смотреть какие большие жалобы, что преобладает у ребенка, какие больше проблемы. И в заключении мне хочется сказать, что у нас есть такая прекрасная программа, программа прекрасная как Корал Детокс. То есть когда вы уже узнали, поняли, как нужно правильно оздоравливать свой желудочно-кишечный тракт, в наборе каждого взрослого и каждого ребенка мы должны иметь обязательно Коралл Детокс. У нас должна быть вода, Коралл Лицитин, который строит клетки печени, который нормализует работу нервной системы, астимилятор или фермент, который больше, допустим, подходит вашему ребенку, который вам больше нравится. Это должно быть питание полезных бактерий, это люцерна, и конечно для того, чтобы никакие вредные токсические вещества не портали клетки желудочно-кишечного тракта, в том числе это H500. Я бы здесь еще добавила, что лактобактерии необходимо принимать. И в общем-то вот такую программу два раза в год, вот эту программу, которую сейчас мы перечислили, это очищение противопаразитарное, это восстанавливающая программа, два раза в год желательно проводить. И тогда я думаю, что ваши дети будут здоровы. И еще раз хочу напомнить родителям, что здоровье ваших детей в ваших руках. И следующий пожалуйста, Саша. Только от тебя родитель зависит здоровье твоего ребенка. И следующий слайд еще покажите. ребенок выбирает всегда здоровье. Каждый ребенок хочет быть здоровым. Его выбор это здоровье. Ну, вот так вот на сегодня желудочно-кишечный тракт это в общем-то достаточно серьезная тема. можно можно говорить о чем-то еще в целом я сегодня рассказала о своих проблемах о том с чем мне приходилось сталкиваться о проблемах родителей в разных возрастах ребенка с чем они могут столкнуться и как эти проблемы разрешить с помощью кораллова продукта кораллова клуба. Спасибо. Если есть вопросы пожалуйста задавайте. Физиологическая желтуха на материнское молоко ну здесь как бы одна только решение только одно в данном случае конечно убирается материнское молоко но действительно ли это так трудно сказать сейчас здесь нужно вообще полечить эту желтуху если она физиологическая желтуха то это уже не на материнское молоко потому что физиологическая желтуха она лечится теми же желчегонными препаратами то есть это лецитин это коралловая вода это ферменты попа это мегацидофилус поэтому как алоэ манан лучше давать 7 лет по капсуле один раз в день вполне достаточно будет если нет никаких проблем если есть проблемы со стулом можно по капсуле два раза в день задавать у лецитина я считаю противопоказаний нет или суперфлора что лучше ну и трое я вообще предпочитаю мегацидофилус мегацидофилус там лактобактерии в общем-то ребенку нужны с рождения золотистый стафилококк золотистый стафилококк обязательно должен быть это силеримакс и силеримакс и здесь наверное все-таки чеснок листья черного ореха в дальнейшем потом конечно поударка дальше следующим этапом поударка и мегацидофилус ферменты хеликобактер что делать так гастрит хеликобактер что делать значит хеликобактер обязательно алоэ монан для восстановления слизистой желудка это обязательно колодное серебро если это взрослые 20 лет по столовой ложке 3 раза в день один флакон выпиваете если неудобно 3 раза можно 2 раза в день утром вечером следующий флакон выпиваете по десертной ложке и потом третий флакон по чайной ложке 3 раза в день и это ферменты нужны алоэ монан ферменты и колодное серебро очень прекрасное средство которое действует на хеликобактер Спасибо.